Девушки отдыхают Постой, паровоз. Побежим к доктору Ефимовой. Кондуктор, пусти меня сюда... Американка проснулась. Поторопитесь, полковник. И как она? Мисс Уокер просто неуемна. Мне пришлось вести ее успокоительное. Но боюсь, я не смогу ее долго удерживать, полковник. Очень скоро она станет проблемой. Кейт Уокер всегда будет проблемой для нас и нашего дела, доктор Ефимова. Я могу использовать методы, скажем, более радикальные. Нет, пока не надо. Это неудачная идея. Мне она нужна в хорошем состоянии. А что насчет кочевников? Как и в прошлые годы, озеро Вальсимбор не замерзло. Стадо не сможет перейти на ту сторону по льду. Они застрялись здесь, а их юный проводник сейчас у нас. Если все пойдет по плану, скоро Юколом останется только вернуться домой. Тем более, что я намерена все ускорить. Хорошо. Полковник, тут еще американский детектив. Он должен скоро прибыть. Пусть встретится с мисс Уокер, если хочет. Нет пока смысла его настораживать. Но затем... Делом этой девушки займемся мы. Никакой американец не смеет нам указывать. Боюсь, что-то начинает говорить. Сейчас они как-то заговорят, небось. Ой, потайная комната? Да, она ушла... В какие-то... Куда-то в шкаф она ушла, скорее всего. Что? Куда она делась? Да я и так понимаю, куда она делась. Я должен найти доктора Ефимову. У меня, кстати, очень-очень интересная и очень хорошая ассоциация с тем, что сейчас происходит. То есть у меня нет таких ассоциаций, типа ужасные русские, что-то там затеяли и так далее. Наоборот, вся дикость ситуации, что какой-то полковник хочет помешать Юколом, и ему важна кейт в каких-то его ужасных злых планах. И вот эта вот музыка... Вы знаете, мне это напомнило Гримфанданга. Серьезно, мне местные злодеи... Они, конечно, не похожи ни разу, у них что-то другое. Но общее у них, знаете, в чем есть? Они затевают что-то ужасно странное. И у них такая музыка. И все. Ладно, я хочу поразглядывать ее кабинет. Я все еще переживаю... Вот это, например, ужасно, по-моему, красивая картина. У меня так... Здесь, правда, наверное, происходит не то, что я думаю, но у меня такое ощущение, как будто бы... Вот это пляж, да? Вот эта вот маленькая штука, это целый корабль. Представьте, гигантский корабль, который вынесло на пляж. Представляете, да? Правда, там сзади еще почему-то какой-то лес, ну хрен с ним. А это... Это настолько большая двухголовая птица, что вот эта маленькая, это корабль, а это птица. Честно говоря, я бы нарисовал такую картину, но я не могу. Я рисовать не умею. Я умею только абстракционизмом заниматься. Вообще, это очень интересно. Вы знаете Хан Академию? Меня очень зацепило в последнее время слушать там лекции в связи с алгеброй. И, кроме прочего, там очень интересно рассказывалось про понятие абстрактности. Ну, это было очень важно в алгебре. Потому что алгебра — это вообще ужасно абстрактная наука, в принципе. И, кроме прочего, там приводили... Очень интересно объяснялось то вообще, как в это слово укладывается абстракционизм в плане картин. И вот как раз то, что там показаны некие как раз абстрактные идеи, абстрактные фигуры, которые не обозначают что-то именно конкретное в реальном мире, а показывающие именно, как я уже говорил, какую-то идею. Или, например, вот эта вот идея... Я думаю, это даже черный квадрат Малевича можно в это уписать. Типа, вот эта идея квадрата. Хотя, конечно, там не идея, наверное, квадрата имел в виду. Я вообще понятия не имею, что он имел в виду. Ладно, неважно все, хватит об этом говорить. Но просто если я что-то рисую, то это... Вот это точно абстракционизм. Успокоительные средства, транквилизаторы. Успокоительные средства, транквилизаторы. Ладно, я не устаю. Успокоительные средства, транквилизаторы. Да, мне тоже понравилось, Кейт, мне тоже понравилось. Ой, слушайте, как красиво! Почему ты ничего не можешь сделать? Там же текст есть, но я же ничего не вижу, ну блин. Ой, так, здравствуйте. Что здесь у нас? Кейт Уокер. Тема письма. А, не быть дедом? А, мне просто что-то Вероника решила пнуть. Там еще было «Скоро приезжаю», «Реза мятин» и так далее и тому подобное. Ольга, мне подтвердили, что американка может представлять опасность. У нее истеричный характер. У нее, кстати, очень старый монитор. У меня такие мониторы были разве что в детстве. О, Вальсимборг госпиталь. И у них кракен, то есть какое-то, понятно, озеро. Слушайте, я понял, это же было в трейлере. То есть мы явно будем переправляться по озеру, и там будет монстр с этими щупальцами, как из этого, из Resident Evil 4. Был прекрасный бой в 4-м Resident Evil. И здесь будет нифига не такой же. У нее истерический характер, и она вбила себе в голову, что должна сопровождать старого безумца на какой-то воображаемый остров. Очень интересно. То есть это они еще давно это обсуждали, еще до этого. По пути туда она изрядно досадила властям и более того стала видеть. Видеть, видеть, видеть. Здесь написано видеть, серьезно. А, видеть. Да нет, тоже бред, потому что дальше написано дружбу с этими тунеядцами. Тунеядц? Дружбу с этими тунеядцами. Юколами. Да, интересно. Я думал вести имеется в виду, ну ладно. Во, водить, точно, точно, блин. Все-таки писали люди, которые знали русский язык. Кроме того, ее зачем-то разыскивают янки. Ну то есть имеют в виду как раз американцы. Хотя, по-моему, янки у нас их никогда не называли. Если бы дело происходило в Британии, мне кажется, это еще имело бы смысл. Ну не у нас же. Ну ладно. Да, или во Франции, совершенно верно. Это даст нам хорошую возможность избавиться от этой особы, когда я доберусь до Вальсимбора. Мои люди арестуют ее и выдадут штатам. А до тех пор позаботьтесь о ней как следует. Полковник Ка. Страшный полковник Ка. Ой, мы еще, видимо, увидимся с этим невидимым сыщиком, который нас преследовал. По-моему, мы же его никогда в жизни не видели. Он, ну не помню, возможно, когда-нибудь со спины его показывали, я не помню. Может, вообще никогда не показывали. Ну немножечко просто были какие-то разговоры. Потом вроде бы его отозвали. Сейчас, наверное, он уже сам действует. Наверное, его Кейт воодушевила, и он уже тоже проперся. Он, надеюсь, они не будут парами ходить. И не предложат за него управлять, как это любят делать в современных квестах. Придет какой-нибудь второй персонаж, и теперь им тоже управляй. Ну да. Просто. Ну да. Героника говорит, что так было в Анке, а он не современный. Ну да. Ну да. Ты абсолютно права, на самом деле. Здравствуйте, мисс Ефимова. Я по поводу... Кейт Уокер? Вы здесь? Вот так совпадение. Я же вас неделями искал. Эм... Мистер Кантин, верно? О, моя репутация опережает меня. Мисс Ефимова, должно быть, сообщила о моём приезде. Нет, я узнала о вас только сейчас, мистер Кантин. Мой наниматель в Нью-Йорке раньше упоминал, что собирается отправить за мной детектива. Не хочу хвастать, но я лучший детектив на восточном побережье. У меня ни одного провала. Я должен привезти вас домой в целости и сохранности, мисс Уокер. Я прибуду в Вальсимбор через несколько часов. А я думал, что от меня уже отстали. Только проблема в том, что я не вижу, что там написано. Мне нужен ответ, мисс Уокер. Заткнись. У вас большие проблемы, мисс Уокер. Не отмалчивай, мисс Уокер. Я вверх не скажу. Что ты говоришь, компания? Мисс Уокер. А, типа, очень важно, да? Вы меня плохо слышите? Ну да, человек спятил или пропал, или что-то такое. Это их ответственность. Не говоря о том, что ее мать, наверное, тоже приложила к этому руку какую-то. Так, ну-ка. Простите меня, мистер Кантин. Уверена, найти меня было не очень просто. Боже мой, вы не представляете. Боюсь вас огорчить, но я пока не собираюсь возвращаться в США, мистер Кантин. Честно говоря, у вас нет выбора. Вас ищет Министерство юстиции, и у меня с собой международный ордер на ваш арест, мисс Уокер. Ваш арест. Я в розыске? А в чем меня обвиняют? Я ничего не сделала. Хищение денег. Так, считается, что вы скрылись с контрактом на продажу фабрики механических игрушек в Форальберге. Вы воспользовались немощным состоянием продавцов. Вы также считаетесь виновной в смерти одного из них, мистера Ганса Форальберга, последнего, кто имел право подписывать контракты с компанией, которую вы представляли. Это, знаете ли, не пустяки, мисс Уокер? Совершеннейший бред. А вы, насколько я знаю, неуполномочены представлять здесь Министерство юстиции. Вы просто детектив. Так что придется вам смириться, мистер Кантин. Я не поеду с вами в Нью-Йорк. Оставьте меня! Стойте, мисс Уокер! Будьте благоразумны! Прощайте, мистер Кантин. Да, мне... Блин, мне это нравится. Я люблю сейчас часто так говорить, типа, о, мне это нравится. М? Блин, ну, это все уж ход. Ну, да. Часто. Не, а, да. Причем у них здесь все-таки есть веб-камера. Блин, здорово, здорово. К сожалению, я не знаю, то ли я сегодня утром косноязычен, то ли что. Но немножечко нечего сказать по этому поводу, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть абсолютный восторг. Здорово, блин. А, все, все, все. Все, слова приходят ко мне, слова приходят ко мне. Ведь мысли же были, значит, и слова должны приходить. Логично. Вот. Вот, что я вам скажу. Кейт все больше и больше похожа на абсолютного бунтаря, который идет против системы вообще всей, вообще всего устройства везде. Точно так же, как и Лью Колы. То есть она проповедует, не знаю, отказ от цивилизации, отказ от морали и условностей и всего такого прочего. И, не знаю, там, думает своей головой. Блин. Чем-то мне, на самом деле, это все... Вообще, когда я увидел один из трейлеров «Сибири», ну, недодолго до ее выхода, мне это все напомнило Half-Life 2. Ну, и движухой отчасти, и какими-то красками, и вообще. И мне это все еще продолжает напоминать Half-Life 2, в котором есть некое устройство, устоявшееся, уже новое, некие повстанцы, и во главе повстанцев Гордон Фримен, но в данном случае Тейт Уолкер. Черт. Ладно, я думаю, что это как-то сработает, да? О! О! И вертеть нельзя, вот это красиво. Это немножечко смахивает на старый квест. Вот это мне нравится. Полуквест, полупоисковик. Я вообще хотел бы вот таких вот статичных экранов иногда, желательно с головоломками. Совсем же не обязательно, чтобы они были эти самые, как это сказать, динамические. Э, что? 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 О! Вот! Я же говорю, вот такой вот статический головоломистый экранчик. Что? Проблема в том, что, несмотря на то, что Вероника мне помогла и прикрыла окно, я все равно ни хрена не вижу. То есть вообще ни хрена. Во! Это очень странно. Ладно. Понял. Что у нас здесь? Просто меняют цвета. При этом комбинацию наверняка, конечно, можно где-то узнать, но пока неизвестно где. Неплохой Гарри Поттер, чё? Это поднимается, а это нет. Нет, уже да. Да, они поднимаются. Но... Стоп! Я знаю, что это должен быть за узор. А, нет, показалось. Мне показалось, что они двигаются одновременно. Я знаю, что это должен быть за узор. Должен быть этот спрут. Символ больницы. Ага! Ну, видите, какой я молодец. Ну, конечно, это легкая задача, но мне реально... Вот я обожаю такие вещи в стиле The Room. Блин. Ну, разумеется, я имею в виду не сайлитил The Room. Так. Две красные, две синие и зеленые. Какая музыка красивая. Ой. Чё-то я расчувствовался. Две красные, две синие и зеленые. Надеюсь, я не решу это раньше, чем музыка закончится. И здесь две синие. Я уже решил. Ммм. Красиво. Он еще приподнял так. Молодец. Я уже даже наелся у него меч забрать, но нет. Ладно, все. Нормально. Эй, это же правильно. Я ошибся. Нет. О, нет. Я ошибся. Серьезно, что там надо было сделать? Я что-то не так сделал? Си... А, я, по-моему, перепутал цвета. Тьфу ты, блин. Я сказал, потому что две красные, две синие. Или я сказал, две синие, две красные. Ну, не важно. В общем, я так сказал, что мне показалось, что надо так. А надо было не так. А открылось, как в месте. Вы понимаете? Это The Room. А открылось, как в месте. И это Сибирь. И это... Ну, да. О, даже музыка еще лучше заиграла. Очень хороший, кстати, этот... Коридорчик, экранчик. Очень хороший. А лифт я буду сравнивать с Гримфанданго, короче. И вот так и будем жить. Да, да, я же говорю. Все то, что я сказал... Сейчас Вероника сказала, что правда похоже на лифт Гримфанданго. Все, что я сейчас сказал, имеет смысл. Гололомка действительно похожа на The Room. А то, как открылись двери, действительно похоже на Mist. А лифт действительно похож на Гримфанданго. Кто-то выключил звук. А, загрузка выключила звук. Ммм, грусть. И только я сказал, что загрузка очень долгая, что ее обязательно надо будет вырезать, как она почти мгновенно прошла, сволочь. Вау. Так. Все. Вот начиная именно конкретно с этого момента, я во всеуслышание заявляю. Я пока что понятия не имею, за что ругают эту игру. Просто Вероника сказала очень умную и правильную вещь. И не менее смешную. А теперь это черное зеркало. Господи, боже мой. Сокаль, шмакаль. Какой же ты, зараза, молодец. Ты был не один, я знаю. Но вы собрали прекрасных людей. Кей, черт. Возможно, это, конечно, будет полный отстой, это все. Но то, что я сейчас получил от игры, это уже стоило рублей 200 или 300. Блин, спасибо, спасибо за ваше старание. И это только начало. Это прекрасно. Очаровательно. Это очаровательно, Кейт. Ты понимаешь? Это... Он прилег, да? Очаровательно. Мы нашли соколя. Ну ладно, неважно. Скорее же. Да, доктор Ефимова. Делаю, что могу. Я открою этот чертов кран. Вот теперь этот юкольский сброд соберет свой лагерь и вернется, откуда пришел. Идемте, Гельмут, нечего нам тут делать. Да, конечно, Ольга. Так, они открыли кучу чего-то, но никто не знает чего. Вообще, мне кажется, что это они таким образом не дают озеру замерзнуть. Ну, одна из самых логичных предположений, да? Может быть, они делают что-нибудь еще более дрянное, типа отравляют воду. Точно связано с водой, да? То есть, три предположения. Они отравляют воду, они не дают озеру замерзнуть, они таким образом будут или создают кратина. Нет, кратин должен был существовать. В конце концов, герб кратинский у этого самого, у... вообще у местного дома. Так, ну-ка, я использую свою новую испещённую возможность... испещённую возможность заценивать. Старая пустая канистра. Пригодится. Красота. Надо бы её разглядеть. Устойчив к коррозии. А-а-а! Я смогу набрать какой-нибудь ужасной дряни, которая как раз вполне возможна из этих бочек. Понятно. И вполне возможно, что потом... если это какая-нибудь кислота, например, что-нибудь ей расплавить. Очень интересно, кстати, воздействие кислоты, например, на металл выражается английским словом melt, которое означает плавиться. Катастрофа. Melt называется? Катастрофа. Катастрофа. Вот так вот со мной будете водиться, будете от меня слушать всякие лекции по поводу слов melt и... Чё я там ещё говорил? Абстракци... Абстра... Ну, неважно. Чё? Ой. Ну, кстати, в своё время я помню, я просто был поражён, Когда в некоторых играх люди вот так вот прям использовали вот эти ступеньки Это было уже в довольно старых играх в том числе Но меня до сих пор поражает Ей конечно приходится немножечко телепортироваться Чтобы нормально войти на ступеньку Но мне очень нравится то, что она вообще их использует Они пробегают по ним сверху Так, что у нас здесь? Только не умри Нет, сил у тебя не хватит Эта штука застряла А? Да Вообще, если бы у нее был рычаг Типа этот, типа Мне вообще жаль, что Кейт не хочет подумать Не хочет заценить, как-то оценить Поразмышлять над тем, что же это вообще такое они сделали А, вот это интересно Да вы шутите Надо избавиться от цепи И быстро То есть То, что там куча какой-то дряни льется И это напрямую влияет на уколов На Кейт не наводит такую истерику, как Цепь Серьезно? Да вы шутите Надо избавиться от цепи И быстро Ну да, да, да Я, соответственно, могу применить Этот самый Канистру Разумеется, в канистру я могу набрать этой дряни И все будет идеально Ну, до этого можно было мгновенно додуматься Но меня вот что интересует Может быть здесь можно еще хоть куда-нибудь пройти Еще хоть что-то сделать, кроме этого Потому что пока что задачка на уровне Дримфола Мне это, конечно, не очень нравится Вот это что? А, о, слушайте, здесь что-то еще есть Все-таки все-таки все не так просто В открытом виде это опасно Соляная кислота Во! Все-таки здесь кислота, а там нет До сих пор помню Как мне в школе Один парень изо всех сил доказывал Что есть некая кислота Которая вообще сильнее всех И это не соляная кислота Это кислота, которая мощнее, чем соляная кислота И она называется Соленая кислота В школе Ну да, я понял Силы на это тоже не хватает Я не чувствую Нужды заканчивать видео прямо здесь Я чувствую категорическую нужду Хотя бы воспользоваться Новоиспеченной кислотой Хотя бы Ну, конечно, красиво Здесь им не откажешь Немного мало дали погулять По местным местам Вот это мне не очень понравилось Но здорово Тут опять же не откажешь Давай, страус, иди Иди Страус Я знаю, что тебе тяжело загружаться Ну, страусик Ты же хороший Я очень надеюсь, что Можно будет к вам поближе подойти Вас полоскать Все такое Наверное, я об этом уже говорил Но мне действительно хотелось бы Тут тоже ведь птица, кстати Точно, ребят! Я же сказал, что Было бы хорошо, если бы здесь Было все про взаимоотношения птиц А так и есть! Я вот с удовольствием посмотрел, как это выглядит, конечно Вот это вот Не знаю, но она устойчива к коррозии Какие довольны Смотрите Так, голову пригни Голову пригни Голову Голову! Спасибо Жалко, что у нее вообще нет весел Почему же она ничего не взяла? Но, видимо, нечего было взять Я бы взял хотя бы кость Хотя тоже, конечно, останки Все такое Черт! Сейчас Кейт, мне кажется, хорошенько толпанется Нормально А вот здесь бы она вряд ли бы вот так вот все-таки Красиво бы полетела Мне кажется, что ей не хватило бы скорости Ну ничего, ей повезло Ладно, ладно, ей повезло Молодец Кейт, ну, замечательно Если ты сейчас еще и автоматически пристанешь к берегу Тебе просто будет сверх везение И так и было Ладно, ты меня уговорила Тебе весла не нужны Ой, на меня и уколы бегут Прибежали Мисс Кейт Уока, помоги! Что? Чем юколы так прогневали духов? Че? Мисс Кейт Уока, помоги! То есть, что бы это ни было, оно сзади меня, да? Быстро! Или нет страусов? Хорошо Что с нами быть, если страусы умирать? Мне уже не хочется смотреть назад Помогите, мисс Кейт Уока! Что же у тебя тут происходит? Мисс Кейт Уока, помогите, мисс Кейт Уока! Говорите мне, что... Да, еще и с тобой разговаривать можно! Мисс Кейт Уока, ты убил Лока-Лока! Глук-глук, глук-глук! Ладно Ну, видимо, вы кончились Так, хорошо Нет, ты хоть и показывала назад Но сзади ничего не происходит Без курка будет тяжело разобраться с тем, что они говорят Уч Лары, мисс Кейт Уока, лоха-Лоха! Хом! Боже, что с этим бедным страусом? Страусы хотят пить плохая вода Только, когда у них жажда, то они пить У страусов ума мало, мисс Кейт Уока! Лоха-Лоха, тук! Голова как камень! Старайтесь их не пускать, пока можете Должен быть способ очистить воду Я не мог Мисс Кейт Уокер, быстро! Мисс Кейт Уокер Добрый день Да Помнит ли меня Мисс Кейт Уокер? Меня, Айаваску Великого шамана Юколов Она нашла ее там В мире духов Так это вы спасли меня, мадам Айаваска Это вы заботились обо мне, прежде чем доставить в больницу Вольсимбор Не знаю, как вас и благодарить Тук-тук, дзукер Мисс Кейт Уокер могла бы и очистить воду в реке Она ведь ходила по магическим путям Духи ее друзья Они ей дорожку и подскажут Я... Хорошо Раз вы говорите, что духи мне помогут Я... Я постараюсь Ну, конечно, если бы сейчас был бы великий приход В котором она что-то сделает Было бы замечательно Но, я думаю, такого не будет Все-таки отравили воду, значит И я проверю, что у меня с количеством записей Да хватит Да серьезно хватит Серьезно Нужно и честь знать Нужно посмотреть на этот красный флаг И понять, что все в порядке Вот О! Господи, серьезно? Я его задел? Или это был ветер? Серьезно? Вау! Прямо как плащ у Бэтмена В одной игре на PlayStation 2 Которую я так и не прошел Все, остальное мы будем изучать потом Вот он Страус Мы тебе поможем Тупая птица Ну ты хорошая Это, мне кажется, просто Юкоу был злой На самом деле вы прикольные Бай